Приветствую вас! Я, конечно, мог бы сказать вам так же, как и первый коллега, что вам ответил, то есть сказать, что как такового вопроса нет. То есть, непонятно, чего вы хотите, но, в принципе, я понимаю вашу проблему, в принципе, я понимаю, в чем она заключается. И поэтому я постараюсь ответить на нее, именно на эту проблему, чтобы вам помочь. Значит, во-первых, на мой взгляд, основная проблема, основной элемент проблемы заключается в том, что вы пишете в кавычках, что он, мужчина, в смысле, встретил любовь всей своей жизни. То есть, вот это основная проблема, что через это прослеживается, что можно заметить, если мы говорим о том, вот как раз, чтобы вы написали об этом в кавычках, что можно об этом сказать. Значит, основное, что хочется сказать, это то, что вы не принимаете выбор своего мужчины. То есть, по сути, происходит такая ситуация, что вы считаете, что человек либо запутался, либо у человека, ну, произошло что-то вот такое, что помучило ему рассудит, помучило ему разум, и это вам, естественно, не дает возможности принять его выбор. То есть, вы не верите ему в том, что это его любовь всей жизни. И вот, тогда давайте мы с вами и попробуем. Попробуем ответить себе на этот вопрос. Почему вы не верите им? Почему вы не считаете, что это действительно может быть любовь всей жизни мужчины? С чем связано в вашу недоверие? С тем, что вы не можете принять тот факт, что человек выбрал другую женщину вместо вас. Значит, вы не можете принять этот момент еще по какой-то другой причине. Значит, вы можете использовать другое средство для того, чтобы понять, что с вами происходит. С одной стороны, вы что-то потеряли с уходом своего супруга. То есть, вы для себя чего-то лишились вместе с его уходом. И из-за того, что вы лишились чего-то, собственно, у вас возникает фрустрация. То есть, невозможность получить для себя то, что вы хотите. Потому что вы привыкли к тому, чтобы желаемое получать определенным путем. А по факту, этот определенный путь больше не работает. И из-за этого, из-за этого, смотрите, вы говорите, что вы его любите. Но что такое любовь? Любовь – это когда человек хочет о другом и счастье. Любовь – это когда человеку все равно, где любимый человек, с кем любимый человек. Главное, чтобы он был счастлив. У вас происходит такая ситуация, что вам определенно хочется, чтобы мужчина был с вами. И значит, за любовью идет потребностная сфера. И вот эта потребностная сфера нуждается в разборе. Что вы потеряли? Как бы, в чем конкретно по факту, в каких сферах вы получили удар? Вы получили снижение? Считаете ли вы себя более, ну, я не знаю, более плохой женщиной? Считаете ли вы себя менее женщиной от того, что вас бросил ваш муж? Испытываете ли вы другие неудобства? То есть момент здесь таково, что вам необходимо понять, что вы потеряли. И отделить любовь, собственно говоря, от желания получить что-то для себя. И когда вы поймете, что вы потеряли с уходом вашего мужа, вот тогда вы и сможете этого достичь, и тем самым перестанете по нему страдать. Любовь, если она есть, она у вас останется, но она останется у вас в чистом виде, и вы не будете путать ее с потребностью. А потребность, которая у вас есть, и которую ни в коем случае нельзя подавлять, вы будете удовлетворять уже другими способами, а не теми, которыми вы пользовались при нахождении в браке. И немаловажный момент заключается в том, что вы, возможно, себя вините. Вините себя в том, чтобы... Вините себя в том, точнее, что ушел ваш человек. Ну, вы можете это делать, вы можете себя винить. И, как бы, не нужно этого делать. Вы пытаетесь брать ответственность за то, что вам не подвластно. Вы пытаетесь брать ответственность за то, что, в принципе, не является чем-то, на что вы можете влиять. Потому что это выбор вашего мужа. И если вы любите его, то вам его нужно принять. То есть так хорошо тому, кого вы любите. Если вы не можете выбор принять, значит, вам что-то мешает. И мешают вам ваши личные желания. Я здесь не буду специально говорить о том, что вы потеряли с уходом мужа. Можно перечислять, можно каждое желание разбирать. Я не хочу этого делать. Потому что понимаю, что если я перечислил, вы вполне вероятно сами, ну, как бы, обратите на это внимание. И будете уже это использовать, хотя в действительности, может быть, что это совсем не ваши желания, а, как бы, приобретенные. Поэтому присутитесь к себе. Когда я сказал о том, что есть некая потребностная сфера, у вас сразу возникли ассоциации с тем, что вы действительно потеряли. Вот на эту тему и постарайтесь подумать. Представляете сами понять, что вам нужно, что ушло вместе с мужем для вас. И вот это нужно восполнить. Это нужно удовлетворить. Тогда вы перестанете о нем думать и тогда вы, значит, сможете отпустить эту ситуацию. Сейчас, если у вас не получится этого делать, вы можете обратиться к любому эксперту на нашем ресурсе и пообщаться с ним. Ну, например, стоимость вашего вопроса – это стоимость моей консультации часовой. Поэтому я мог бы вам помочь, например, за эту сумму. То есть вы не будете мне ничего платить, да, вы просто, как бы, например, делаете мой ответ лучшим, и мы с вами работаем. Но вы можете выбрать ответ и другого эксперта, вы можете выбрать другого эксперта для того, чтобы с ним поработать. То есть тут важно понять, что в рамках одного ответа на ваш вопрос нельзя дать такой ответ, чтобы он вам помог. Потому что нужно разговаривать с вами, нужно общаться с вами, нужно проанализировать всю ситуацию с вашим мужем, чтобы понять, почему он так поступил. Нужно, чтобы вы перестали винить себя, чтобы перестали брать на себя ответственность за то, что вам не принадлежит. И нужно, чтобы вы более грамотно оценивали свои желания и имели представление о том, как их нужно удовлетворять. Я думаю, что именно так можно обидеть на ваш вопрос. У вас определённые элементы психоэмоциональной зависимости, и зависимость это всегда потребность. То есть вот любая зависимость, да, будь то игровая зависимость, будь то алкогольная, наркотическая зависимость, будь то зависимость от человека, это потребность. То есть мы становимся зависимыми в том, в чём мы нуждаемся, когда кто-то другой может нам это дать. Ну, например, человек помимо химической зависимости, да, впадает в психологическую зависимость от, например, того же алкоголя или тех же наркотиков, потому что они дают ему наслаждение. А почему человек впадает в зависимость от наслаждения? А потому что его реальная жизнь его не удовлетворяет. Значит, с помощью этого он решает свои проблемы. Так, стремясь к удовольствию. Но стремление к удовольствию – это нормальное желание человека. Другое дело, что ему нужно правильно удовлетворять и удовлетворять самостоятельно, чтобы не ставить. Это в зависимости от кого бы то ни было. И вам то, что вы получите в результате работы, то, что вы, может быть, сами для себя откроете в результате работы над собой, если вы не хотите, если вы не хотите работать с психологом, то это вам поможет в будущих отношениях не совершать какие-либо ошибки. Я надеюсь, что я буду услышанным и вы правильно меня поймете сейчас. Ваш вопрос короткий и требует более детального рассмотрения по большим ширкам. Но основные направления я вам дал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...